Ни угрозы, ни дума, то вяло и безотрадный сон, Одни зорницы огневые, воспоменяясь чередой, Как демоны мухоневые, ведут беседу между собой, Как по условленному снаму, в другом их небо полоса, И быстро выступили в мраку поля и дальние леса. И вот опять всё потемнело, всё стихло в чуткой темноте, Как бы таинственное дело решалось там на высоте. Федор Иванович Витчев, как мне кажется, я сам из мест крестьянских, Что это народный поэт. Почему он народный поэт? По мироощущению крестьянскому. То есть сколько мог так крестьянин и христианин ощущать природу, работая на ней. Страдая на поле, видя небо, лес, всё творение Божье, Любить не землю, крестьянин землю не любил, он любил Бога, А через неё и землю и всё. Потому что, любя Бога, мы всё должны любить, всё, что Он сотворил. Поэтому христианин, главный христианин, любит землю через Бога. Так, благодаря драму своему Тютчев, настолько через природу стал, полюбил народ, узнал народ через природу, Узнал душу человека, женскую душу, узнал поэзию его велического. То есть лирика – это значит душа. Душа – это дыхание Божье. Есть греческая болезнь, эпические, есть драматические. Говорят у нас вот, жанры драмы – это самый высокий спирт, самый высокий поэт. Почему он давно тут? Нет. Самый высокий лирик. Потому что высшее, ну как можно сказать, душа – это, душа – это самая высокая. Лирик – это поэт души. А душ умещается, и драма умещается, и эпос, и весь народ, смотря какая душа. Душа очищена, душа ребенка, или душа святого человека, или душа поэта гениального, умещает все. Он лирик, прежде всего, говорит, значит, душевный, духовный, душевный, духовный человек. Вот таким был поэтом Федор Иванович Тютчев, по своему ощущению, народный поэт. И по своему происхождению дворянин, аристократ, по своему рождению аристократ, по гениальности и голова народная, будем так говорить. То есть взять, например, дворянство, то есть народ кормил полностью, дворянина кормил. Он кормил его хлебом, кормил его песнями, всем полностью сидел на шее дворянина у него, то есть аристократ сидел полностью на шее его народа. Вот, и управлял им. Говорил ему, он туда, теперь туда, теперь туда, теперь туда. Вот Тютчев, единственный, как Тютчев, Ломоносов, Тютчев, Пушкин, те, которые сидели на шее у народа, но они отхватили народу тем, что они чувствовали народ, знали народ, и поэтому стали, сами народом, головой народной стали. То есть чувствовали, вели народ куда надо, вот, были словом народным. Как мне сказала вот Елена Петровская, говорит, сколько, Батюшкова, ты читаешь, что тратишь на Тютчево времени, на Пушкин, я читаю полтора года на Тютчево, трачу три, ну, четыре месяца, вот, далее вот так-то снова сколько трачу. Но вот это ведь, понимаете, истратить, я не один, не снова к нему прикладываюсь, как роднику, и к Пушкину, и трачу, все время трачу на книге, это трачу, ведь я дни жизни, месяцы жизни трачу. Но ведь разве, истратив на Тютчево четыре месяца, разве мы, если смотримся в природу, четыре времени природы, весна, лето, осень, зима, Пушкин, Тютчево местил в себе все времена, природу все описал, все времена. Вот, буквально, четыре месяца, один месяц лета читают Тютчево, когда летние его стихи, весенние стихи и так далее, и так далее. Много ли тратишь на Тютчево, много ли на Пушкина тратишь, жизнь тратишь? После, конечно, Патюшке Артемии говорить, то есть он все сказал, что можно сказать. Я только могу читать стихи Тютчево, или что-то там, свои ощущения в этих писателях о Шмелеве, которые, в общем-то, у меня не было такого, после Лескова, не было такого любви такой, после Лескова, после Тургенева записки Охотника. Вообще, после XIX века у меня нет, не было любви к писателям уже другим, и не Бунину, и не к Шмелеву, но прочитав, Лето Господне особенно прочитав, я понял, что здесь идет литература не другая, такая же, тоже только в другое время. И в наше время, и в то время гораздо тяжелее написать то, что писали, то есть так чисто написать, выйти из этого состояния, из спаршего состояния России, написать Россию светло, из грязи грязь поднять, и посмотреть в этой грязи, разглядеть чисто, это, конечно, труднее. И вот, читая Шмелева, как раз я хочу перед, между слухами, читал вслух, потому что, чтобы читать вообще такие великие произведения большие, нужно читать вслух. Так молимся мы вслух, так и читать даже литературу, русскую вслух, потому что святая литература, ведущая нас к Богу. Вот, и когда я читаю про себя, этого мало, думаешь, нет, надо, чтобы еще кто-то слушать, особенно, когда свои родные слушают, и кошки, и собака, и мышки слушают. Да, это, вы не думайте, что это метафора какая-то, потому что я расскажу, вот было такое, у нас когда-то приезжали в Ятку писатели из Москвы, и у нас, когда еще не был священник, мы поехали по разным местам и городам, и вот выступали в одном поселке Лесолубов, и там было холодно в этом клубе, и вот, значит, все в шумах сидели, и я не буду хвастаться, потому что, когда я начал стихи читать свои, потом читаю, потом вдруг смотрю, замерзал, я смотрю, и крыса сидит прямо рядом, поднялась на лапке, сидит и слушает. Это не метафора, действительно, вот так, то есть все, когда мы читаем, что-то хорошее читаемое, все слушают, весь мир слушают, потому что факт литературы, я вот сейчас говорил с одним человеком, что, если даже, например, написано что-то, уже кто-то что-то написал, это уже факт, все. Даже не прочитав, уже весь мир знает, потому что душа, мы все из-за того Адама, душа с душой общат через Бога, душа поощриха, они уже все знают этот факт. И рукописи не говорят, как сказал другой писатель, не мой писатель. Но, действительно, книга сжигается, факт не сжигается. То есть энергия, энергия, закон сохранения энергии, энергия, вы в той, в той, в той, в той книге, он не сгорает, он остается, и он существует. Потому что Господь спасает через покаяние, спасает человека, а через покаяние великого человека, через покаяние святого, через молитву, спасает весь мир. И вот писатели русские, то есть гениальные писатели, они спасают весь мир. И спасали, и ухи уже нет, а книги спасают, все их будут спасать. Вот что такое факт литературный, факт Тютчева. То есть Тютчев действительно, как сказать, после Пушкина поэт, ну не после Пушкина, он так же сосуществует с Пушкиным вместе, его даже, пусть похоже немножко родится, он поэт, тот же поэт, но он другой поэт, он по-другому поэт. Вот взять Державина. Державин закончил стихами теми, что Тютчев должен, потом Тютчев писал все, продолжал Державину. Помните, у него четыре строчек, восемь строчек написал на доске аспитной. И служанка чуть не стерла эти стихи. И если бы она стерла, чтобы не было бы Тютчева, да, не было бы. Потому что Господь бы лишил бы нас этого, потому что мы по незнанию делаем то, сжигаем рукописи, сжигаем свои, рубим иконы свои, уничтожаем монастыри, и Господь пропускает так, что все этого факта нет. Понимаете? Вот она не стерлась, служанка, и получилось, в последней строчке, знаете, что? Шиз, зонтилирует рубы, то временем жерлом прожрется, и вещь не уйдет в судьбу. Это Тютчев, Тютчев. Весь уложился в эти строчки, весь Тютчев, понимаете? Если бы, например, как Силан Афонский говорил, его спросили как-то, если бы, например, все книги бы сгорели, там исчезли бы книги святых, отцов, что бы было? А ничего бы не написали, как Господь был отдавить через других святых. Понимаете как? Интересно. Потому что факт остается, энергия остается, проникаясь духом, святые бы взяли все это, все, что осталось, духовно воспринимали, потому что виделся ли, например, Кушкин с Серафимом Саровским? Даже если не встречался, он у нее с ним встречался, духовно встречался, еще раз говорю. Душевно, а потом и духовно. Встреча не душевна, но он стал духовным человеком. Потому что, прикасаясь к святым, мы сами освящаемся. Потому что быв на Афоне, однажды я был на Афоне, и я понял, что такое Афон, и я стал святым, подавав там. Встал. Потом-то я это уже потерял, но что такое святой мир? Что такое святой человек? Что такое с Серафимом Саровским? Понимаете? Поэтому Кушкин встречался с ним в тяпо, и душевно, и духовно, и в пространстве, и везде. Потому что такие гении могли не встретиться. Один гений святости, другой гений душевный гений, идущий к духовному, к Богу. Вот факт. То есть, что такое литература, что такое поэти, поэти, пророки. Почему? Потому что они дароносители, дароносицы, то есть слово-носители. Вначале было слово, слово было Бога, и слово было Богом. Это сотворцы. Божьи. Вот поэтому поэзия требует. Чего требует? Напряжение. Вот есть ли Бог или нет? Есть ли Бог, когда мы молимся и постимся? Есть ли литература русская? Есть, когда мы ее читаем, и поражаемся ей. Вот тогда она работает, тогда она душе что-то дает. Есть ли атомная энергия? Есть, когда она взрывается, когда мы ее не чувствуем, но помираем. Есть. Есть Божья энергия? Есть, когда мы к ней вращаемся. Видите как? То есть, все есть. Только мы этого не видим. Когда увидим, а видим мы только, когда смотрим в книгу, и читаем, и проникаемся. Вот такое, значит. Для этого нам даны поэты. Например, да, я Кютчев, например, когда я иду на природу весной, читаю еще в полях билет снег, это все. Это выше природы. Вообще поэзия, вообще книга, высшее слово, выше природы. То есть, что выше? Природа или Кютчев? Я говорю Кютчев. Почему? Потому что человек выше творения. Он выше, он хозяин всей природы. И поэтому стихи, то есть, слово выше всего, мы через слово, я говорю Ксевичка, мы через слово можем, действительно, через записки охотника, мы можем снова ту Россию воссоздать. Если захотите. Если проникнется. Свету Россия, она остается, потому что эта Россия, это образец, он всегда, это как Суспер-Энергия, он остается. Мы ее не видим просто. Как Китчев град искали, люди искали какой-то Китчев град, искали там, какой-то белогоний, искали там что-то. Понятно, что если перевести, то в белогоний, что Китчев град, понятно, это святая армия, как-то правильно называть. Она есть, она в произведениях учила. Она в произведениях Шмелева Ивана, которого я сейчас прочитал, вот у меня ощущение просто, это вот как Капель, вот Капель Капа, вот его произведения, все его, все полностью, так, взлом Капель. вот такой вот, как Элия, Тургенев Иван Сергеевич, Аниома Ивана Сергеевича, его записки Охотника, рассказ «Скучи», рассказ «Святые мощи», «Бежий лук» – это роса на крови. Вот что. Можно сказать, хотя произведения, я думаю, что вообще говорить там о Тючеве, о Кучеве, о Шмелеве, конечно, лучше говорить, ими их произведениями, я убедился за много-много лет, что читать, и читать их все время, открывать и открывать, и с возрастом, они дают возраст, и потом ты, они тебе дают силу расти, и когда ты врастаешь, и снова их читаешь, и они снова тебе дают силу расти, что ты, слава Бога, и дародь на них, и тебе снова он открывается дальше, слово открывается, потому что тайна произведения, это есть тайна Духа, то есть напряжение Духа, когда человек напрягается, и что-то выливается, мы, не напряженно подходя к этому, мы не прочитаем никогда, Но напряженно, когда подходим, мы связываемся с душой и вычитываем то, что нужно. Но чтобы напрягаться, чтобы понимать ручки, нам нужно много-много читать, быть читателем, великим читателем. То же самое и Тютчева, то есть с детства вырастать в этом, расти, открывая его, он тебя открывает и так далее. Потому что, например, Тютчев хрестоматийный поэт, совершенный, то есть в любое сфере него берешь, это хрестоматия. Это самое высшее, то есть хрестоматия. Мать Христа. Хрестоматия. То есть в любое сфере для меня оно все. Оно и детские, дети для детей. Это самый лучший детский поэт. Самый лучший детский поэт природы. Самый духовидец, сердцевидец. То есть о женщинах никто так не писал. Не о душе женской. О России никто так не писал. Вот это Тютчев.